Настойка боярышника, чтобы не барахлило сердце. Настойка перца для густых и красивых волос. Все дешево и доступно. Только вот часть россиян нашла этим средством другое применение. Небольшие бутылочки с изначально целебной жидкостью в стране больше известны как фанфурики. То, что одни используют в качестве антисептика для наружного применения, другие не гнушаются употреблять внутрь в качестве горячительного. Следы применения вот таких средств не по назначению можно найти в нескольких метрах от аптеки. Основная причина популярности спиртовых настойок и антисептиков – цена. Обойдется бутылек всего в пару десятков рублей. То, что употребление такой продукции внутрь не лечит, а калечит, конечно, знают все. Однако официально вне закона так называемой фанфурики никто не объявлял. Соответственно, аптеки, которые продают их в любых количествах, ничего не нарушают. Конечно, есть те, кто завязал с продажей подобной продукции. К примеру, в государственной аптеке. Однако пока это скорее исключение. Ну, то, что вы назвали фанфурики – это далеко не лекарственные препараты, может быть, потому что они не зарегистрированы как лекарственные, а относятся к категории биологически активных добавок. Наша аптечная сеть все-таки несет и социальную ответственность. Мы относимся к системе здравоохранения. Поэтому мы приняли решение их не реализовать через наши аптечные организации. Те спиртосодержащие средства, которые к лекарствам относятся и которые населению прописывают врачи, в данной аптечной сети все же продают. Только в объеме 25 мл, а не 100. И брать их в качестве выпивки попросту становится дорого. Ну а тем, кто привык в большом объеме покупать обеззараживающие средства, предложат аналоги. Для гигиенических целей, для дезинфекции рук у нас используются другие лекарственные средства. Изделия меднозначения. Те же самые салфетки, гели и спиртовые салфеточки имеются. Разные средства. Выбор очень большой. Кстати, судя по всему, найти дешевые спиртосодержащие настойки можно не только на прилавках аптек. По почте России тоже интересно. Почтальонные оказывают определенный сервис по доставке этих фанфуриков. Я сейчас тоже сказал, перед аудиторией тоже хочу сказать. Покупают где-то на базах по 8 рублей, продают за 25-30 рублей 100 грамм емкости. И по просьбе наших жителей деревень достают до дома. Это есть и в городе. На почте в свою очередь отметили ничем подобным, включая дешевые одеколоны, прочую парфюмерию, которую можно выпить уже два года, как не торгуют. Чувашский филиал Почты России – это единственная организация в республике, которая сразу откликнулась на обращение руководства республики, общественности, проявила свою гражданскую позицию и еще в 2012 году полностью прекратила реализацию товаров подобной группы. Я вот сейчас и хочу обратиться ко всем жителям республики. Если вы знаете о несанкционированных фактах, когда почтальоны, либо в отделениях почтовой связи занимаются продажами подобного рода товаров, немедленно нам об этом сообщать на телефон горячей линии 63-62-12 наш номер. Конечно, пить или не пить, каждый решает сам. Но пока немалая доля россиян выбирает пить, государству приходится реагировать разными способами. Например, ужесточением антиалкогольного законодательства. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.